Новости 24 Новости 24 Новости 24 Городская больница Дербента стала одним из источников заражения опасной инфекцией. Об этом замглавы Дербента Зауры Минов сообщил в своем докладе Хизрия Бакарову. По его словам, медработники не были своевременно обеспечены качественными средствами индивидуальной защиты, в результате чего сами заболели. Впоследствии также были установлены отдельные факты пошива масок из утилизированных защитных комбинезонов. Руководству ЦГБ рекомендовано ввести объектовый режим ЧАЭС. Будет ужесточено оцепление, к работе привлекут сотрудников Росгвардии и МВД. Свою работу в привычном режиме продолжат продуктовые магазины и супермаркеты, банкоматы и аптеки. 9 городов и 15 районов республики продезинфицируют приезжие спасатели. Сегодня к специалистам из Ростова-на-Дону присоединились сотрудники Ногинского спасательного центра. Поприветствовал прикомандированных специалистов МЧС России глава Дагестана Владимир Васильев. Он отметил, что их прибытие в нашу республику – это подтверждение слов президента о том, что вместе с Дагестаном вся Россия. Дезинфицировать объекты жизнеобеспечения будут 140 человек и 26 единиц техники. Отряды спасателей уже сегодня провели обеззараживание объектов Махачкале и Кизляре. Обрабатывались наружные поверхности зданий, тротуары, скамейки, двери, поручни, урны и прочее. Дезинфекцией подвергнутся и места массового скопления людей – аэропорты, вокзалы, рынки, общественный транспорт, киоски, банковские терминалы, территории больниц, мечети и другие объекты. И к другим новостям. Дети Сулеймана Керимова вошли в число богатейших наследников России по версии Forbes. Всего в рейтинге представлен 51 ребенок из 20 семей российских миллиардеров. По сравнению с прошлым годом в списке появились 5 новых участников – трое детей сенатора Дагестана Сулеймана Керимова и двое детей основного владельца компании «Фасагра» Андрея Гурьева. Они занимают 9 и 20 места в рейтинге соответственно. На каждого ребенка Керимова приходится более 5 миллиардов долларов. Для составления рейтинга эксперты журнала оценивали состояние каждого миллиардера и делили его на всех признанных детей. При этом расчет не брались супружеские доли. 4 тысячи малоимущих дагестанцев удалось накормить благодаря пожертвованию Совета по хаджу России. Организация перечислила 150 тысяч рублей для проекта «Шатер Рамадана» благотворительного фонда «Инсан». Представитель Совета по хаджу России Хизбулла Асуев отметил, что «Месяц Рамадан учит нас быть милосердными и благородными». Он выразил надежду, что нравственные уроки во время поста будут усвоены и послужат укреплению мира и согласия и единению нашего народа. Еще три муниципалитета Дагестана охвачены заботой муфтията. На этот раз благотворительная помощь была оказана больницам и малоимущим жителям города Дагестанские огни Тарумовского и Новолагского районов. Религиозные деятели передали медучреждениям медикаменты, средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы. А Новолагская больница получила еще и кислородный концентратор. Вы спасете жизнь многим людям, я вам скажу. Спасибо большое. Да, на вам здоровье. Сейчас все нам нужно. Даже одна таблетка анальгина, понимаете? Эти очень дорогие препараты. От лица, от всего коллектива, от сельчан, от поступающих больных со всех районов, которые сюда поступают, поблагодарить. Мы в Дагестане, в улице всех вас, местных имамов. По всему Дагестану вы делаете огромную работу. Это все видят. И населению хотелось бы пожелать, чтобы они максимум самоизоляции, максимум себя берегли. Мы со стороны медиков будем это все делать, но без поддержки населения этот наш труд иногда пользу не приносит. Помимо этого, религиозные деятели оказали медработникам посильную финансовую помощь, а в местных магазинах уже по доброй традиции погасили долги нуждающихся. Кроме этого, Муфтиат Республики Дагестан оказал помощь исправительной колонии номер 2 в Махачкале. Религиозные деятели передали учреждению медикаменты и средства индивидуальной защиты. Сотрудники УФСИН поблагодарили духовенство за своевременную поддержку. Несмотря на такое непростое время, санитарно-эпидемиологическую обстановку, в которой в Республике, большое хочется вам благодарность выразить от лица руководства управления, от всех тех людей, которые на сегодняшний день содержатся в нашем учреждении. Несмотря на такие непростые времена, вы нашли возможность, вы изыскали лекарства. Богословы со своей стороны заверили, что и в дальнейшем будут оказывать им посильную помощь. В преддверии праздника Ураза-Байрам к дагестанцам обратился Абдурашид Садулаев. Олимпийский чемпион по вольной борьбе предостерег земляков от масштабных празднований в связи с распространением коронавирусной инфекции. По словам известного спортсмена, он сам уже успел перенести болезнь. Вирус коснулся также многих его родных и близких. А некоторых из них уже нет в живых. Обычно на праздники я езжу в горы, навестить дедушку, всех родственников. Посещаю кладбище. В этом году я вынужден прервать эту традицию. Буду отмечать дома, кругу семьи. И я хочу вас всех тоже призывать к этому, чтобы вы тоже отмечали дома. Нам лучше не отправлять наших детей по домам, собирать подарки. Они это не почувствуют, но могут домой принести эту заразу. Поэтому нам надо беречь не только себя, но и тех людей, которые вокруг нас. Особенно наших старших. И люди с хроническими заболеваниями переносят это очень тяжело. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют наши врачи. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»